Я про рекламу только, вот то, что Федь-то вначале сказал, у меня там, я зацепился. В принципе, это то же самое, что когда мы коллегу с тобой пришли, и про благосферу разные разговоры были. У меня такое мнение совершенно конкретное, потому что, слава Богу, за рекламу, за блоги, за всё, потому что всё это должно мне служить как человеку, я вершинка этого творения, и всё это моё, моё и точка. И зла нет ни в чём, кроме греха, то есть в этих бутербродах, на плакатах, да и пусть они будут, ёлки-палки. Кому-то это на кишечник давит, а кому-то является, как типа что-то преодолением, что ли, вот этого всего, в том числе кишечника. Про отца тема заявлена была. Помните, да, трагедию праведного рода, когда он уходил из Содома, да, помните всё, когда его жена превратилась в свинной столб, там дочки у него остались. Сейчас. Если смысл в том, чтобы всё свернуть и уйти, если смысла нет даже в этом, то что тогда? Ты лети, душа моя, белым крылом лети, голубиным, лёгким крылом сквозь мои года, через сумерки прошлого в череду сует, обернусь никогда, ни к чему это, ни к чему. Вон, Содом с Гаморой были и больше нет, плачет лот, и жарко, аж пот течёт по челук. Плачет лот по жене, застывший теперь с толпом, посреди дороги из страшного забытья, слёзы падают в пепел, он бился по камню лбом, поначалу и бился, но толку нет от битья. Пот смешался с пеплом, черна, как лицо зола, черна, сейчас, пот смешался с пеплом, да, черна, как лицо душа, и такая тяжесть на сердце, такая мгла. Лот глядит на дочку, которая, не дыша, шепчет, мамочка, мама, ну как же ты не смогла? А вторая дочь, как могила, как смерть, как стон, распласталась крестом по покрытой гарью земле. Смотрит лот и будто бы видит кошмарный сон, словно жизнь он свою хоронит в этой золе. Боже, боже мой, задыхается лот, губа задрожала, брызнула в ночь слюна, липкий пот течёт по лицу с ледяного лба, заредеющим пеплом угадывается луна. За веками памяти, за чередой эпох лот зовёт на помощь, не слыша совсем уже ни себя, ни бога, но отвечает бог, и становится легче лоту, и на душе у него не так обречённо, не так темно. Что-то будет ещё за этим ужасом тьмы, не смотри назад, мой лот, покидай дно, не верти башкой, уходя, уходи из тюрьмы. Вот, и про, ну это правда, конечно, не про инкарнацию, но про обетование того, что когда-нибудь все сюда придём, как говорю, в настоящее время, да? Наши матери нас оплакали, наши жёны отпели нас, лишь дождаться намёкали, знакали нам осталось, и в добрый час по равнинам Руси берсерками, восстающими из земли, мы пройдём, отразившись в зеркале нашей северной длинной зимы, мы из праха поднялись замертво, воскресая с Богом богов. Нашей кровью здесь всё уже залито, мы бессмертны для наших врагов. Не вставая на пути у нас, кто бы ты ни был, даже хоть сам сатана, мы не големы, мы не роботы, мы идём, потому что страна позвала нас по пояс голыми, мы как вихрь пролетим сквозь тьму, мы не роботы, мы не големы, и не справиться никому с нашей силой и Божьей вечностью, к нам сошедшей с неба небес, воскресающей человечностью, без порока, без трусости, без... Вот, и сейчас ещё одно, как вот, завершение, наверное, если найду, ну найду, наверное. Гроб Господень, воскресни мой Бог во мне, вознеси меня к Господу твоему. Мой Георгий спокойно сидит на коне, и дракон побеждён и послушан ему. После бури, когда улеглась пелена, я услышал, как слово из света мне сказала, и солнце твоё, и луна, и любая звезда и планета, всё твоё, всё, что видишь, моё, забирай, отдаю тебе всё без остатка, отдаю тебе мир, отдаю ад и рай, всё, что горько и всё, что сладко. Вы летите, мои золотые лучи, через сумерки поднебесные, вы извините от ада и рая ключи, возвещая восход над бездной.